Итак, по поводу обложки видео. Ответ на вопрос, акведук ли это, будет и да, и нет. Лично для меня первой ассоциацией с акведуком и самим олицетворением акведука является именно вот это. Легко узнаваемые формы, даже несмотря на свои многочисленные вариации, неизменно ассоциируются с акведуком и в какой-то момент начинают фактически приравниваться к нему. И, как казалось, это не совсем верное представление. На большей части своей длины акведуки представляли собой вовсе не мосты, а закрытые каналы, проложенные по поверхности земли или тоннели под землей. А то, что мы привыкли называть акведуком, это лишь один из его элементов, который предназначался для того, чтобы поддерживать водовод, например, когда нужно было преодолеть овраг или низину, или соблюсти необходимый уклон. На фото как раз такая арочная конструкция. И помните, что это только часть акведука. А весь акведук мог состоять из целой системы каналов, тоннелей, шахт для обслуживания, мостов, вентеров, сифонов и разнообразных накопительных резервуаров. То есть акведуком называется совокупность инженерных сооружений для подведения воды. Кстати, слово акведук происходит от двух латинских слов – aqua – вода, и duca – виду, а ducare – вести. Впрочем, этот конкретный элемент тоже можно и нужно называть акведуком. Это общепринятое более узкое употребление термина для обозначения моста, поддерживавшего канал с водой. Так что сказать, что это акведук, конечно же, не ошибка. Но просто держите в голове, что акведук – это еще и много других элементов, которые могли тянуться на десятки километров. Еще одно мое неверное представление про акведук – это то, что он был прямым, дули с каким-то минимальным изгибом. И это совершенно не так. Посмотрите на эту иллюстрацию – это карта акведука Аспендеса с сайта romanac.org. Чтобы вода под действием силы тяжести перемещалась из одного места в другое, нужно было соблюдать постоянный уклон. Каналы, проложенные по поверхности земли, были самым дешевым элементом акведука. Так что если добиться постоянного уклона можно было с помощью следования рельефу местности, то акведук мог проходить по весьма причудливому маршруту. И совсем не прямому. Римские инженеры старались использовать рельеф местности в полной мере. А вот акведуки города Эфеса – они еще более извилистые. Да вы и сами можете поискать другие примеры на сайте. А вот еще два любопытных вопроса, связанных с акведуками. Как быть, если нет акведука? И вообще, жилишь как-то без них? До нас дошли сотни акведуков. На замечательном сайте romanac.org можно найти каталог всех известных античных акведуков и карту. Но, разумеется, не каждый город имел акведук. Или не на каждом этапе своего развития. Откуда же брали воду, если в городе не было акведука? С этой задачей отлично справлялись цистерны и колодцы, и родники, расположенные поблизости. Некоторые города, такие, например, как Силион, расположенные недалеко от Аспендеса, на протяжении всей своей истории полагался только на цистерны и никогда не имел акведука. А в Аспендесе акведук тоже появился не сразу. У подножия холма находятся два источника, и около одного из них даже имеется лестница на холм. Ей вполне могли пользоваться для того, чтобы спуститься к роднику. А на самом холме Аспендеса расположено более десяти цистерн для сбора дождевой воды. Как ни странно, строили акведуки не для питьевой воды. С этой функцией, как уже говорилось, вполне справляются цистерны и колодцы. Основной причиной является необходимость подводить воду к баням, которые были важным элементом римской культуры. А бани требовали очень и очень много воды. Чистая питьевая вода, конечно же, тоже обеспечивалась с помощью акведуков, и это вторая причина. А третья, как ни странно, вопрос престижа и политического влияния. Если в одном городе появлялся акведук, то в соседних городах также старались возвести это сооружение. Причем деньги могли предоставляться каким-нибудь богатым человеком с политическими амбициями. Впрочем, чаще всего подобные траты были по карману только императору. Как было написано в одной из статей, затраты на постройку акведука в наши дни можно было бы сравнить, пожалуй, что с затратами на строительство аэропорта. Второй резонный вопрос, который может возникнуть – зачем же такие траты, если рядом есть река? Аспенес, как вы помните, расположен на берегу реки Эвремидонта, и при этом город имеет акведук. Несмотря на то, что многие римские города были расположены на берегах рек, уровень воды в реке не всегда был достаточным для того, чтобы бесперебойно снабжать водой бани и фонтаны внутри города. Насосов в те времена еще не существовала. Таким образом, вода должна была быть получена из этой же реки, но выше по течению относительно расположения города. Но и в этом случае могли возникнуть проблемы. Уровень воды в реке мог меняться, становясь ниже в засушливые периоды, а обильные дожди могли сделать воду в реке грязной. Кроме того, в реку могли попадать стоки с полей ферм, расположенных выше по течению. Все это делало использование реки в качестве источника воды не слишком удобным. Поэтому оптимальным решением было использование родника или другого источника, расположенного выше относительно города. Это давало гарантию постоянного и круглогодичного доступа к воде, а также ее неизменно хорошего качества. Так что акведуки вносили огромный вклад в обеспечение здоровья граждан и, таким образом, косвенно способствовали экономическому процветанию государства. А некоторые из источников, использовавшихся для римских акведуков, используются и сейчас. Это карта сохранившихся акведуков с сайта romanac.org. Тут собрана информация о более 1600 акведуках. Согласитесь, довольно много. Судя по всему, акведук не был чем-то исключительным в античности. Это было проверенное инженерное решение для организации водоснабжения города. Акведуки использовались не только римлянами. Каналы и тоннели для подвода воды применялись в Месопотамии, на Крите, в Египте, в Персии. Да, можно сказать, что повсюду. Но апогея в своем развитии акведуки достигли именно в Средиземноморском регионе в эпоху античности. Самые известные античные работы, посвященные акведукам и водоснабжению, это 10 книг об архитектуре Витруя и о водопроводах города Рима, секста Юлио Фронтино. В интернете легко находится PDF. Кстати, вышеупомянутый секст Фронтин на протяжении нескольких лет был смотрителем римской городской системы водопроводов. А до этого он занимался постройкой систем водоснабжения и канализации в Иераполе. И, похоже, отлично справился со своей задачей. Житель Иераполя даже называли в честь Фронтино арку. Вот она. Самый старый акведук в Риме, Акваапия, был построен в 312 году до н.э. Его длина составляла 16 км. А в конце первого века н.э. в систему водоснабжения Рима входило уже 9 акведуков. Вот они. Вода для большинства из них поступала из долины реки Анио, современное название Аньены, то есть самой реки и расположенных там источников. Река имела горное питание, чтобы уславливала отличное качество воды, поступавшее в Рим. Длина акведуков варьировалась от 17 до 90 км, а в целом длина всех акведуков, сложивших Рим, была 440 км. А вот таблица античных акведуков с указанием длины. Самой длинной в Константинополе, целых 250 км. А 4 из 11 акведуков Рима были длиннее 50 км. Кстати, в том, что касается акведуков Рима, только на 5% их длины вода течет в каналах, расположенных на арочных мостах. А на протяжении остальных 95% она проходила по закрытым каналам и тоннелям. И это обычное значение для римских акведуков. Считается, что в среднем на протяжении 80% своей длины акведук проходил по обычному вырытому каналу, расположенному прямо на поверхности земли. Сверху, впрочем, канал накрывался. Это нужно было, чтобы предотвратить потери воды за счет испарения и избежать нагрева. А стены укреплились камнем и специальным раствором, обладавшим водоизоляционными свойствами. Ведь при такой длине акведука нужно было максимально снизить потери воды. Часто стены каналов покрывались раствором, известным как опус сигнинум. Он изготавливался из керамических черепков, смешанных с известью, и был устойчив к изменению температур и реже трескался. Опус сигнинум также использовался для строительства полов. Вот тут черепки уже больше просматриваются. А это современная реконструкция пола из такого материала. Вот таблица с размерами каналов. Стоит отметить, что объем воды не был в прямой зависимости от сечения канала. Вода никогда не занимала весь объем. Каналы наполнялись только частично. Большой размер нужен был скорее для удобства проведения работ по обслуживанию акведука, ведь его нужно было чистить и ремонтировать. А еще нужно было учитывать, что на стенках со временем будут появляться известковые отложения. В большинстве своем источниками для акведуков были карсовые источники, то есть подземные воды, выходящие на поверхность через известковые породы. Посмотрите на фотографию канала акведука Нима во Франции. Почти две трети изначальной ширины канала в 120 см были съедены известковыми отложениями. Пунктирная линия показывает стенки канала. Конечно же, на это ушло несколько столетий, но, как видите, фактом появления отложений не стоило пренебрегать при проектировании акведука. Отложения на стенках Айфельского акведука в Кёльне росли со скоростью 1 мм в год. В средние века их, кстати, аккуратно выламывали и использовали как строительный материал. Точнее, будет даже сказать, как декоративный. Вот колонны портала церкви в Маастрихте. Они выполнены как раз из такого материала. Акведук Константинополя, тот, который самый длинный акведук на 250 км, использовался на протяжении 700 лет, и он регулярно очищался от дизустковых отложений. Это удалось определить благодаря анализу изотопов отложений, которые оседали на поверхности стенок канала. Кстати, в случае использования свинцовых труб подобные отложения были даже на руку, так как создавали своего рода изоляционный слой между свинцом и водой, а о вреде свинца для здоровья римляне были осведомлены. Для удобства обслуживания и инспектирования тоннелей строили также и вертикальные шахты. Например, вот такие. Эти относятся к подземному участку акведука Эфеса до Эрмендеры. Или вот такие. Это шахты каната в Альферданге. Канат – это канал, который доставляет воду от водоносного слоя до места ее потребления. У акведука должен был соблюдаться постоянный уклон. То есть он был всегда, но не обязательно был одинаковый на всем протяжении. Уклон сразу у источника был больше и уменьшался по мере приближения к месту потребления воды. Так, акведук города Ним – это тот, где Пондюгар, на протяжении первых 15 километров имеет уклон 67 сантиметров на 1 километр, а следующие 10 километров его уклон составляет всего 7 сантиметров на километр. Впечатляющая точность даже по современным меркам, тем более что рельеф там довольно сложный и в системе присутствуют еще 4 моста. Акведука Спендеса, сразу у источника в горах, имеет уклон 160 метров на километр, а уклон акведука в Карфеене первые 6 километров составляет 95 метров на километр. Кстати, некоторые части акведука Карфеена после современной реконструкции и добавления новых труб используются до сих пор. В 1995 году его производительность была 150 литров в секунду, то есть где-то 13 тысяч кубических метров в день. Обычный маршрут акведука проходит по холмистой или даже гористой местности. Если не получалось следовать рельефу, то приходилось строить вспомогательное сооружение для поднятия канала или прорубать канал прямо через горную породу. Вот очень необычный отрезок акведука, относящегося к городу Сюде. Это канал, прорубленный в скале параллельно течению реки Манавгат. Вот она слева. Если канал требовалось приподнять для соблюдения уровня, то примерно до 2 метров использовалась подсыпка. А при большей высоте применялись мосты. Вот один из самых высоких мостов, то есть акведуков. Это знаменитый Пондюгар через реку Гордон. Ранее она называлась Гар. Он входит в систему акведука города Ним. Его высота составляет 47 метров. Считается, что 50 метров являлось пограничным значением для высоты римского моста. Если акведуку требовалось преодолеть более глубокую низменность, то римские инженеры предпочитали использовать другую технологию, а именно сифон. Про него я расскажу отдельно. Кстати, иногда два акведука делили один мост. Так, пять акведуков в Риме обходились двумя мостами. Акватепула и акваюлия использовали мост акведука Аквамарсия, а аква Анионовус делил мост с Акваклавдио. Технически это было несложно, просто поверх канала строился еще один канал. Вот арочный мост. Верхняя кирпично разрушенная часть относится к Аква Анионоус, а ниже, сразу на арках, располагался канал Акваклавдио. А вот Аква Анионоус и Акваклавдио у Порта Маджоры. Тут хорошо видно оба канала. Обратите внимание, что они закрытые. Еще одним моим ошибочным представлением было то, что вода просто течет сверху акведука. То есть примерно как в игре Цезарь-3 лежит такая перевернутая буква П, а в ней течет вода. И это, конечно же, не так. Канал, располагавшийся на опорах, также всегда был закрытым. Вот, например, акведук Карфагена. Видите канал сверху на остатках опор? Он, кстати, был достаточно большим, чтобы по нему можно было ходить. А на этой фотографии может показаться, что кое-где канал был открыт, но это не так. Просто перекрытия разрушились от времени. Зачем в Риму столько акведуков? Тем более, что со временем их стало еще больше. Ну, во-первых, большому городу нужно много воды. А вторая причина, что не всегда все акведуки работали. И археологические письменные источники свидетельствуют о том, что акведуки часто ломались, и процесс их ремонта был делом достаточно сложным и длительным. Секст Фронтин жаловался, что акведуки ломаются из-за просчетов и дефектов, запущенных при строительстве. Акведук Акваклаудио, построенный в 1952 году, ремонтировался уже в 1971. При том, что из прошедших 19 лет он работал только 10, а оставшиеся 9 просто ждал ремонта. Одна теория гласит, что арки не были рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузку, создаваемую несколькими каналами. Арки Акваклаудио ремонтировались, опоры моста укреплялись с дополнительными слоями кирпича и раствора, что делало их на несколько футов толще. Другая теория говорит о воздействии перепадов температур. Сам Фронтин писал, что именно по этой причине подземные каналы предпочтительнее, так как на них не влияют жара и морозы, и в целом они менее подвержены повреждениям. Каковы бы ни были причины, в результате разрушения конструкции получались протечки, из-за чего количество воды, поступавшей в город, уменьшалось. Самому Фронтину, кстати, не удалось вычислить объем, поступавший по акведукам воды, хотя он и пытался это сделать. Дело в том, что секс Фронтин считал, что объем воды зависит только от сечения канала и не учитывал скорость движения воды. Впрочем, посчитать с точностью объем воды в реальности, поступавшая в Рим, очень сложно и сейчас. Дело в том, что единственный точный параметр, доступный нам, это площадь сечения канала в акведуков. Но канал никогда не заполнялся полностью. Его высота была бы условной необходимостью проводить там работы, а не объемом пропускаемой воды. Неизвестна и производительность источников, питавших акведуки в те времена. Плюс ко всему утечки и врасту воды. Да-да, в одной статье было написано, что воду из акведуков могли воровать, и это было проблемой. И в довершение тот факт, что часть акведуков Рима периодически была на ремонте, и они никогда не работали одновременно. Впрочем, кое-какие мнения по поводу объема воды, который мог поставляться акведуками, все же есть. 11 акведуков Рима могли поставлять до 1 миллиона кубометров воды в сутки. Эта цифра, сравнимая с Парижем 1970-х годов. Айфельский акведук – 21 тысячу кубометров в сутки. А производительность Лионского акведука оценивается в 75 тысяч. На этом на сегодня все. А в следующем видео разберем конструкцию акведука и его составные элементы.